Друзья, всем привет, меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. Чемпион Беллатор в полутяжелом весе Вадим Немков вышел в финал Грам-при, победив Юриуса Ангрицкаса. В первом раунде Вадим был потрясен правым прямым, но выстоял, а затем доминировал до самого конца боя, когда в четвертом раунде провел Кимуру, вынудив соперника сдаться. В финале Грам-при Немков встретится с Кори Андерсоном. В интервью Ушатайке Вадим подробно разобрал бой с Ангрицкасом, отреагировал на трешток Андерсона, а также дал понять, что белгородские власти почему-то не обращают внимания на успехи Федор Тим. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться и приятного просмотра. Начнем тогда с деталей боя, прямо с самого-самого начала. Смотри, в начале поединка он поймал тебя ударом справа, потом попал уже у сетки. Вот опиши, пожалуйста, со своей стороны эти моменты. Так, ну, получилось так, что он до этого момента, он тыкнул пальцами на глаз. И нет бы простоять проморгаться на меня. Что-то я думаю, да нормально. Так, глаз видел, но понял, не очень хорошо. И пошел, вышел, дальше продолжать бой начал. Ну, и что, он поймал навстречу. Что-то я думал, я его дернул-дернул, потом думал, серию лево, прямо справа-снизу. Он попал, ну, я увидел, как бы, удары на кулак. И, это, прямо такого, знаешь, не было состояния, там, дороги или, там, ноги не, ну, конечно, трусились. Просто, ну, вспышка, и реально получилось, ну, как будто сбил. Я потом встал, и, ну, не было, там, знаешь, там, нокдауна, там, или чего-то такого. Как бы, по самому чувству, нормально было все. Просто, ну, бывало, попадали, и, ну, в бою, там, на тренировках, реально ноги, там, какое-то время, там, 10 секунд, 15, такие, как ватные. А тут, ну, попал, сбил, я встал, удача нормальная себя была. Слушай, а в бою, когда у тебя такое было, я что-то не припомню. Ну, в бою, по-моему, с Дэвисом, в последнем бою, там, ну, и-то там, такого, ну, и там тоже такого не было, что ноги ватные. На тренировки мне там пару раз попадали, крепко. Ну, там же он потом еще добавил усетки, получается, со стороны, просто показалось, что там тоже такое жесткое попадание достаточно было. Нет, там, по-моему, уже такого, ну, жесткого не было. Жестко было навстречу, был, глазом попал, гаденыш. А почему ты решил сразу боев перевести вниз тогда? Да что, не ожидал, что он в стойке такой хорошей, я ожидал от него борьбы, если честно. Думал, что придется защищаться от борьбы, такое. А он вышел наоборот, начал боксировать, и у него руки, ну, до момента с борьбой, руки у него такие были, достаточно быстрые. Но я не ожидал. А так, потом, когда после первой борьбы, у него руки все подзакислились, он подотек. Ну, он, кстати, еще по габаритам такой мощный, мне даже кажется, он даже покрупнее, чем Фил Дэвис будет. Ну, не знаю, он килограммов на 105 тянет, там, 100%. Ну, по физухе далеко до Фил Дэвиса. Да? То есть, Фил Дэвис намного сильнее? Ну, по физической силе, именно по умениям бороться. Физик Фил Дэвис, это, наверное, раза в два, в три сильнее. Потому что, когда я Фил Дэвиса накрывал в бою, он просто брал и вставал со мной. И, не знаю, ну, моей силы, моего меня держать внизу не хватало. А тут я спокойно контролировал, без особых напрягов. Ну, впоследствии, кстати, ты его в стойке-то, в общем-то, превосходил. То есть, таких моментов уже опасных не было. То есть, как раз, кстати, наверное, после того, как ты его в борьбе подзатаскал. Да, и все. И у него, получается, руки стали такими, какими я ожидал. А в начале боя скорость у него была более-менее нормальная такая. Ну, он же боксер. Он же даже вышел, там, у него было на шортах написано, что-то там с боксом связано. И я уже даже не помню, чего. Ну, знаешь, как я со многими боксерами спаррингую в парах. Я спарринговал. И, не знаю, на заборе тоже много чего написано. Что касается твоего партера, ты где-то, по-моему, уже в третьем раунде ты начал искать непосредственно возможность для проведения болевого приема. Причем ты очень настырно искал именно армбар. Почему ты так активно именно на него ты пытался выйти? Ну, первый раз он прям отдавал руку мне капитально. Я чувствую, что он уже подустал, все вот эти моменты. И он мне руку прям отдает. Я думаю, ну, сделаю. Потом сделал, когда не получилось. Потом, думаю, уже не буду делать этого. Потому что были у меня моменты в карьере, что я начинал там делать один, прям второй. Потом закислялся. И потом он второй раз, когда она отдает мне опять руку, я уже там уже начал все поплотнее. Старался делать ногами поплотнее, руками поплотнее. Но там получилось так, что я начал делать прием в сторону сетки. И не хватило мне пространства. Там, я думаю, если на середине клетки выйдет, то я из-за этого положения в принципе нормально делаю. А так он меня зажал. И он просто меня зажал сверху. Там мне надо было крутиться под ним. А у меня из-за того, что клетка, я не мог прокрутиться. Просто сейчас, мне кажется, победа рычагом локтя – это такая достаточно редкая штука. То есть это там уже не нулевые годы. Как-то все уже, как мне кажется, так скажем, научились от этого приема обороняться. Рискованно. Я-то его нормально делал просто. И когда он, я говорю, появился на то, что он хорошо, ну, он мне руку отдавал конкретно. Люди от Кимура научились защищаться, видишь. Но он уже мне ее отдал. Тоже конкретно. И она у меня получилась, прошла. А ты всегда так вообще, ты стараешься в партере работать? То есть именно пытаться на болевой выйти? Я имею в виду, что даже на тренировках. Ну, потому что сейчас вот чаще, если мы видим какую-то работу в партере, то это именно добивание, там, граунд-энд-паунд и прочие такие вещи. Далеко не каждый ищет именно болевой или удушающий тот же. Ну, на тренировке я стараюсь отрабатывать приемы, там, да, чтобы уметь это все делать. И, ну, и контролировать стараюсь, и отрабатывать приемы. Ну, в бою не думал, что буду делать. В бою я думал вообще, что я буду в стойке всю дорогу работать и кончить бой нокаута. Ну, видишь, прошло чуть не по плану. А у вас, я, правда, по-моему, уже спрашивал, но переспрошу, а у вас есть в команде специалисты именно по работе в партере? Или это как раз-таки Федор все в основном это дело, контролирует это направление? Ну, в основном это Федор контролирует, да. Так что, ну, и плюс, ну, дополнительно, это моменты, которые, когда приезжают пацаны из других клубов, спарринг-партнера, тоже подсказывают моменты. Ну, делимся друг с другом. Мы своими поделились фишками, пацаны своими. Вот Виталий к Бигдеш приехал, много показал, в принципе, чего интересного. Ну, ты, кстати, Текимура ему сделал из интересного положения, то есть такое в ММА ты достаточно редко встретишь, мне кажется. То есть ты сел, получается, на него? Ну, да, это как раз то положение, из которого Федор нас обучал и которое мы отрабатываем часто на тренировках. А что, кстати, Федор-то сказал после этого поединка? Вы же, я думаю, уже пообщаться-то успели. Да, мы уже пообщались, он сказал, в принципе, все хорошо, есть ошибки, но уже после боя будем разговаривать насчет ошибок. Ну, ошибки, как мне кажется, это все только то, что было в начале поединка, ну, как мне, васяка, случай показалось, профану. Не, ну, еще ошибка была то, что засыклился, начал на левой руке, оставал. Такие тупорылые моменты, если честно. Таких на тренировке как бы не делал, но тут надо и уходить от этого. Подожди, а почему тупорылые? Это разъясни тем, кто не так в уме разбирается хорошо. Ну, потому что я начал делать одно и то же. Начал делать левый джеб с уклоном. И несколько раз сделал так, что оставался, получается, перед соперником. Был бы чуть получше ударник, но мог поймать на этом моменте. И плюс я это начал делать слишком часто и откровенно. Ты бой, насколько я понимаю, что пересматривал? Я бой пересматривал, но и я помню. Ну, когда вышел с боя, сам знаю. Бои косяки. Вот если этот бой ставить по ранжиру, вот из твоих поединков в пилоторе, ты его на какое бы место бы поставил? Так, ну, не знаю. Ну, этот бой, в принципе, я получил. Мне тут более-менее... Ну, я тут расслабленно драл. Поборолся хорошо. Не знаю. Я вот сейчас... Я даже открою сейчас это самое, чтобы ничего не упустить. Сейчас, одну секунду. Там, по-моему, уже сколько там. Так, ну, вот, получается, у нас первый с Линдсом, ну, это имею в виду по очередности, потом Магири, Дэвис, Карвальо, Бейдер, Дэвис и Ангрицкос. То есть, это, получается, седьмой твой поединок. Вот на какое место ты его ставишь? Ну, первое место это был бой с Бейдером. Я там себя чувствовал очень хорошо. В принципе, противил. Второй бой, наверное, это с Линдсом я бы поставил. Там пора лучи. Я тоже хорошо расслабился и... Право так зарядил четко по месту. Ну, наверное, на третье место я бы его поставил. На третье даже, да? То есть, даже выше, чем предыдущий поединок с Филом Дэвисом. Учитывая, опять же, какой Дэвис крутой дядька. Я к тому, что я с Дэвисом в первом бою, во втором, и мне не получилось расслабиться. Я был зажатый. Такой, знаешь... Ну, как бы свои ошибки знаю. И знаю, что много потупливал, и мог поработать получше. Например, бой с Карвалью. Я там хоть и досрочно закончил все, но тоже мог поработать получше. Там тоже закрепощен был. И... В некоторых моментах, там, где надо было мне его бить, начинал бороться. Слушай, а с Макгири ты все-таки его так лоу-тиками четко разнес? Ну, с Макгири нормально. С Макгири бы на четвертое место поставил. Не, ну, хороший будет тоже. Может, даже на третье место поставить. Ну, у тебя, кстати, все победы-то разные, в общем, получаются. Филипп Ринца – это нокаут, то есть ударом, именно панчем. Макгири, то есть лоу-тиками. Два боя с Фила Дэвиса, там, два решения, такие напряженные поединки. Ну, хотя в последнем ты, в принципе, там, 4 раунда забрал. Карвалью – это удушающий Бейдер после хай-тика. Теперь уже Кимура. Что дальше? Что будет дальше, вот именно. Чего, вот, кстати, не хватает? Ты бы сам как бы хотел бой выиграть? Да я не знаю. Ну, лучше нокаутом, конечно, выиграть. Ногой лоу-кики. Ну, или боя его. Главный досрочник. А пересечение-то его как получил? Это было столкновение головами или... Да, это было. Он один раз попал мне в первом раунде, и все. Больше он мне не попадал. Может, там какие-то были, там, такие мелкие, ну, черкаши, там, нельзя. А это он во втором раунде. Мы с ним пошли в размен. И после размена пошли оба бороться. Так он пошел, как бы, головой вперед. И попал мне прям... Мне в тот раз Дэвис рассек слева, а этот рассек справа теперь. Ну что ж, теперь тебя ждет сильный соперник. Это Кори Андерсон. То есть, однозначно, один из лучших полутяжей в мире. Что... Ну, во-первых, как тебе его победа над Бейдером? Неожиданно. Я думаю, что он готовил этот удар. Тогда его наработка, домашняя заготовка. Я когда готовился к Бейдеру, я тоже его готовил. Кросс. Правый кросс. Навстречу. Потому что он слишком часто кидает этот левый джеб. Но когда я дрался, как бы, я не успевал за этим левым джебом. А Кори, видите, получается, кинул навстречу прям. Но он, Бейдер, только один удар кидал, по-моему, весь бой. Он ни разу не кинул правый. Раза четыре. Ран за эту минуту. Если учесть, что еще до 15 секунд его добивали, он в стойке раз за четыре кинул джеб, наверное. Или пять. Смотри, мы с тобой как раз-таки до боя вспомнили, что у тебя еще не было таких соперников, которые там какой-либо трешток перед поединком использовали бы. Но вот, по ходу дела, что Коля Андерсон как раз-таки трештоком пользуется. Вот смотри, он сравнил тебя с едой, которую только что разогрели в микроволновке. Мол, две-три горячих минуты, а потом, я цитирую, он просто возьмет тебя и съест. Что ответишь ему? Он сказал, чтобы не подавился. Чтобы зубы не поломались. Понятно. Ты будешь на турнире Беллатор в Москве? Да, я завтра вылетаю рано утром. У меня сегодня у дочки день рождения в марше. И поэтому я решил отметить. И чуть-чуть надо восстановиться. по часовому поясу. Я, например, вчера вообще умирал, ходил. И так хрен. Я проснулся в пять утра. И часов... Ну и не смог заснуть дальше. Потом часа в три дня меня вообще дико начал рубить. Я пару часов повалялся, уснуть не смог. Потом сон прошел. Я уснул в час и проснулся сегодня в семь. Сначала в пять, просто полчаса повалялся где-то час. И потом еще час поспал. А когда в Америку ты пролетаешь, у тебя, кстати, как вообще там со сном? Ну, кстати, вот на запад акклиматизироваться лучше. Там все отлично было со сном. Я засыпал, спал всю ночь. Нормально. А сюда, обратно, мне всегда тяжело. И помню, когда дрался в Японии, первые бои, я там тоже ходил. Там очень тяжело драться. Потому что, во-первых, плюс Беллатора еще в том, что бои проходят либо в казино. Для меня, как для бойца, это очень круто. И сейчас проходили вот Феникс. Нас до гостиницы на автобусе минуту ехать. Нас везли пешком идти там 5-10 минут. Ну, на автобусе минуты 3-4, пешком 10 минут, короче. И плюс в том, что, ну, меня привезли, привозят на арену за полтора часа до боя. А на ЕКО, когда мы дрались в Японии, там Сайтама-арена находится в одной части Токио, а гостиницы всегда в другой. То есть ехать до арены полтора часа. И нас всегда рано утром собирали часов в 9, наверное, и везли на арену. Хотя турнир начинался в 4 часа. Туда приезжаешь, всякие недосмотры. А тебе надо до этого времени лечь спать, выспаться. Но что не получается, потому что 6 часов разница с Японией. И тебе, получается, надо заснуть часов в 10-11 по японскому времени. Потому что приезжаем часов в пол-восьмого где-то, вещи собрать, позавтракать. А в пол-одиннадцать, ну, в одиннадцать, там, в пол-одиннадцать очень тяжело заснуть, потому что минус 6 часов назад в России. И по российскому времени уснуть в 5 вечера, это очень тяжело, и проспать до утра. Ну, под казино ты имеешь в виду, что просто там, в этом казино находится отель, в котором живут бойцы? Да, у меня бой в одиннадцать вставят, я прихожу на арену в девять, там, в пятнадцать. Ага. И пришел, там сразу приходит, приходит сразу, тейпирует тебя, потом чуть потянулся, растянулся, разминка, подрался, пресс-конференция, и ты уже в номере. Ну, и самое последнее, твой прогноз на бой Федора и Джонсона? Я думаю, что Федя выиграет, я думаю, что Федя попадет, нокаутом выиграет, потому что у него сейчас, ну, он сейчас в хорошей форме, и хорошо тренировался, готовился к этому бою. И, кстати, еще такой момент, вот если сравнивать его формы с, так скажем, предыдущими формами, которые были перед его предыдущими поединками в Беллаторе, это, я не знаю, лучшее, не лучшее, там, как бы ты ее вот в этом плане сравнил? Ну, я не могу сказать, и ты знаешь почему? Потому что Федя до этого готовился в Голландии в основном. Ага. А сейчас он готовился с нами. И сейчас же ведь, кстати говоря, да-да. Он сейчас с нами отработал в Кисловодске. Ну, сначала мы отработали в Старомосколе весь август, потом отдохнули, потом отработали в Кисловодске, три недели отпахали хорошо, и потом пацаны дорабатывали в Чехове, как бы, ну, прошли хорошую подготовку. Ну, я думаю, все будет. Раньше, когда Федя готовился в Голландии, я не знал, с кем он там боксирует, там борется. Но Питер Тайса же был сейчас на сборе, тренер голландский. Питер был, но он же боксирует не с Питером, но боксирует. Да-да-да, я понял, да. А он только с ним работал, кстати, или вас он как бы тоже тренировал, или это чисто индивидуальный тренер Федора? Нет, он держал, по-моему, Толика Толкова на лапах еще. Кирюха тоже несколько раз работал. Ну, честно, я сейчас не знаю, но знаю, что еще дядя Сережа Честников на сборах там. Вот там два человека, которые держали лапы. Вадим, а вот ты домой вернулся, а тебя как-то поздравили, там, не знаю, от администрации Белгородской? Встретили, может, там как-то по-особому? Ну, после этого боя никак, в принципе. Ну, встретили, приехали только лучшие мои друзья, с женами, с детьми, и все. Больше никто не поздравлял меня, ничего такого не было. Мне написали пару человек, тех, с которыми я общаюсь, там, с района, а с области как бы нет. Ну, это у нас... Мы же всегда выиграем. Уже все привыкли, что мы выиграем. Мы же не можем проиграть, получается. Ну, наверное, так. Ну, пока ничего никто не поздравлял. Ну, как бы уже три дня дома. Это нормально, по-твоему? Ну, у нас в области, наверное, нормально. У нас много... Ну, у нас спорт развит. Как бы... Постоянно кто-то выигрывает чемпионаты, там, становится чемпионом Амбелла Тура, там, UFC. И, там, Лиги чемпионов выигрывает по футболу. Поэтому, может быть, мы уже привыкли, и поэтому нам не поздравляют.